Всем привет! На моем верстаке разбросана куча карбона, а это значит мы продолжаем разговор про этот материал. Сегодня мы выясним его способность сопротивляться химическому воздействию. Для того, чтобы провести эксперимент, я купил химические пробирки, но штатив купить забыл, и поэтому пришлось сделать его из коробки для колодок. В лучших традициях DIY. Выглядит отвратительно, но свою функцию выполняю. Для тестирования карбона я буду использовать обычную поваренную соль, которая будет разведена в воде в очень большой концентрации для того, чтобы сымитировать реагенты здоровья. 646-й растворитель, электролит, как кислоту в очень большой концентрации, жидкость для снятия лака, бензин, масло, а также всеми любимые у Кока-Колы. Для начала приготовим раствор соли. Возьмем стакан, нальем в него немного воды и попробуем растворить там столько соли, сколько у нас получится. Я думаю, тут концентрация примерно 1 к 2 уже, и этого будет достаточно. Соль растворилась не вся, но думаю, этого будет достаточно для того, чтобы сымитировать реагенты. И переливаем это все аккуратно в пробирку с номером 1. В пробирку номер 2 добавляем 646-й растворитель. В пробирку номер 3 отправляется жидкость для снятия лака. В пробирку номер 4 отправляется бензин, 92-й или 95-й, я не помню. В пробирку номер 5 отправляется моторное масло, которое осталось от прошлой машины и лет 5 пылилось на полке без дела. В шестую пробирку я налил электролит, а в седьмую отправляется кока-кола. В качестве подопытных будут использованы 7 ненужных обрезков из карбоновой пластины. С одной стороны они имеют глянцевую поверхность, с другой неровную. Поместим их в ранее подготовленные пробирки и посмотрим, что с ними случится через час и через сутки. Буквально через пару минут заметно изменение цвета пластинки в электролите. И очень сильно выделяется газ в пробирке с кока-колой. На удивление через 10 минут реакция с кока-колой идет крайне бурно. Пластинка, которая изначально плавала в ней и утонула, выделяется огромное количество газа. Все содержимое пробирки бурлит, образовалась достаточно стойкая пена. В остальных пробирках никакого движения не наблюдается. Через 15 минут реакция замедлилась, но кола превратилась во что-то странное. Пить это я бы точно не рискнул. Итак, что получилось через 30 минут после начала эксперимента. Соль, вполне ожидаемо, с карбоном ничего сделать не смогла. Никаких заметных глазу изменений нет. 646-й растворитель смыл фломастер, которым была размечена пластинка. Но пока тоже никаких заметных изменений с самим карбоном не произошло. Жидкость для снятия лака также немного смыла маркер, но ничего заметного с самой пластинкой сделать не смогла. Бензин также ничего не сделал с пластинкой и карбон такой же, как и был. В моторном масле не особо чего видно, но на первый взгляд ничего не произошло. Пластинка в электролите изначально покрылась белым налетом. Возможно, это были пузырьки воздуха. Сейчас ничего этого не видно, но пластинка заметно изогнулась. Ну и последний кандидат. Кола закончила бурно реагировать с карбоновой пластинкой. Образовалась какая-то непонятная жижа. Посмотрим, что произойдет через сутки с самим карбоном. Итак, прошли сутки с начала эксперимента. Пришло время посмотреть, как там наш карбон. Начнем с пробирки номер один. Это вода с солью. Как видно, соль выпала в осадок на дне пробирки и на самой карбоновой пластине. Но никаких видимых изменений с карбоном не произошло. При ближайшем рассмотрении также не видно никаких повреждений. Если протереть карбон, то он в точно таком же состоянии, как был до эксперимента. Перейдем к пробирке номер два. В ней карбон лежал в 646 растворителе. Налицо явные изменения. Отслоился верхний слой эпоксидной смолы. Сама пластинка имеет неровные края и неровную поверхность. Вблизи пластина выглядит еще хуже. Явно видно, что отслоился весь поверхностный слой эпоксидной смолы. Он, в принципе, легко удаляется рукой. Фактически остался голый материал, голый карбон. Эпоксидной смолы не осталось. Сам карбон остался не тронтый, но пластинка стала очень мягкой и ломкой. Пробирка номер три. Это жидкость для снятия лака. На первый взгляд видно, что отслоился верхний слой, но в целом пластинка в гораздо лучшем состоянии, чем после растворителя. При ближайшем рассмотрении видно, что поврежден верхний слой эпоксидной смолы и стала просвечивать текстура карбона. В целом жесткость детали сохранена, повреждения гораздо меньше, чем от 646-го растворителя. В пробирке номер четыре был бензин. На первый взгляд пластинка не повреждена, но бензин немного помутнел. После бензина пластинка осталась неповрежденной, глянец на поверхности остался. Также она осталась жесткой, твердой, такой же, как до эксперимента. После моторного масла пластинка также осталась неповреждена. Глянец на поверхности остался. Никаких изменений в плане прочности не произошло. В следующей пробирке электролит. Как мы видим, плотность карбона ниже, чем плотность электролита, поэтому он плавает. И за сутки никаких видимых изменений с карбоном не произошло. За сутки смола на поверхности немного помутнела, но никаких критичных изменений не произошло. Твердость осталась на том же уровне. Верхний слой на месте. И напоследок самый интересный кандидат. Это Кока-Кола. Видно, что жидкость стала практически прозрачной и выпал густой бурый осадок. Сам карбон на вид не изменился. Сейчас проверим, что внутри. Чтобы освободить карбон, я перелил жидкость в стакан. Осадок оказался не таким уж и густым. Но все-таки жидкость разделилась на фракции. Характерный запах остался. Шок контента не случилось. Сам карбон в эксперименте практически не пострадал. На первый взгляд глянец на месте. Верхний слой остался нетронутым. Пластинка осталась упругой и достаточно жесткой. Итак, что можно сказать по результатам сегодняшнего теста? Он был направлен больше на тестирование эпоксидки, нежели на тестирование самого карбона. Но лично меня результаты порадовали. Они говорят о том, что карбоновые детали можно использовать как в быту, так и, например, в автомобилях. И никакие реагенты или бензин не смогут их испортить. Всем спасибо за просмотр. До следующего видео. Пока.